Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Опа, 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 подождите маленько. Поиграйте потом, подождите. Матфея 6 глава, с 14 по 15 стих. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваших. Толкование блаженного феофилакта. Опять научает нас быть незлопамятными. Об отце же напоминает нам, чтобы мы, как дети такого отца, стыдясь его, не злобились подобно зверям. Благосердный Бог всего более ненавидит безжалотность и зверство, посему и запрещает нам быть таковыми. Вот если бы мы понимали это, тем более к этому относятся взявший меч. От меча погибли. Вот мы сейчас просмотрели, тут на диске казаки написали нам, какие они воинственные, всю историю свою узнали. Эта воинственность им дорого обошлась. Все время боролись за свою независимость, умели хорошо воевать, шашкой махать. В конце концов пришел расчет, пришла советская власть. Как они ни суди, но карать она умела. Безжалостно уничтожать умела. Часть казаков даже на сторону Гитлера встала, они этого не отрицают, да их понять можно было. Ну, прощать никому не умели, не умели простить советской власти. А какая власть она? Тех людей уже и не было. Ну, а потом Лиенс. Мне интересно, вот вспоминаю, что Сталин, разговаривая там с Рузвельтом, с Черчиллем, вот, и дальше потом и там Труман замешан был, заботились об устройстве мира. Такие большие вопросы. Но Сталин не забыл сказать, чтобы все русские, которые были на стороне Гитлера, были выданы в Россию. Вот какая задача-то стояла. И потом даже некоторые успели раньше уехать в Америку, и оттуда их вылавливали и привозили сюда. И тут они все погибали. Что это, само по себе, или все-таки действительно, вот, все это входит в эти стихи. Ну, сегодня рассуждать, как бы сказать, легче, потому что история уже шагнула в следующий виток. И вот взявшие этот меч, не умеющие прощать, чем они закончили. Жалеют казаков, сегодня они возраждают. Да сегодня это лубочное казачество, оно ничего не значит. И лошадей-то нет. И сейчас, где бы что ни было, только одно, мы будем защищать, мы будем воевать. Я разговаривал неоднократно с казаками, приезжали к нам, потеряя, пусть плеткой. Один приехал даже с епископом. Я не против и плетки, она нужна для воров, для этих... Ну, не в этом же вся суть-то христианства. Он ничего не знает. Стали говорить, он как совершенно неверующий. Я разговариваю с неверующим, он иной, неверующий, грамотный человек. Он больше знает какой-то юристом, вот я здесь разговаривал, он доктор юридических наук, столько много он знает. Этот ничего не знает вообще. И вот они лепятся, обязательно, чтобы полковой священник был. Они приезжали, нашего батюшку упрашивали. Я его стал расспрашивать, а у вас же был священник-то? Ну, вот он есть, сейчас нашли. Ну, и какое? Ну, какое? Он не говорит. А я узнал, у него два сына, его попались на воровстве. Залезли, флягу меда утащили, еще что-то. Ну, вот такое дело. Прощать-то не умели, а дальше накапливалось, как гора, как лавина эта. Прощать легко, когда за собой что-то знаешь сам. Как я могу судить другого? Блудник, если я блудник. Как я могу вора осуждать, если я вор? По совести-то. И поэтому, мы все грешники, и легко прощать. Дальше. Матфея 6, глава 16. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям пощающимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Толкование. По мрачению лица есть принятие пасмурного вида. Когда кто кажется не тем, каков есть, но притворно принимают скорбный вид. толкование запущено. Это тоже психологический анализ, скорбный вид. Ну, я знаю, сектанты, это резиновая у них улыбка, ухмылка заграничная, по-американски учатся, и даже картавить также учатся. Вот. Нормальное лицо. Это редко сегодня встретишь. Или лукавство, хитрость какая-то, вот сумрачность, чтобы веселое, такой внутренний свет показывал, что человек, прощенный Богом, он трудится для Бога, ни на кого не злится, камни не держат за пазухой, как в песне поется. Поэтому даже в толковании указывает на лицо. Об этом надо заботиться. Не по-твоему, а ты виду даже не давай. Чуть не так сказали, как у меня одна знакомая. Я иду около нашего сарая, в опибохе сидят. Здорово, борода! Как она взыграла у меня. Идет со мной. Да сами-то безбородые сбрили. Я говорю, что ты делаешь? Он сейчас станет тебя, бутылкой тебя согреет, как следует. Или огреет этот-это. Я отвечаю ему, привет там, безбородые. Ну, совсем другой разговор. Ты никогда нигде не задирайся. Другое слово есть у жителей ГУЛАГа. Не надо. Ты всегда радуйся. Не пристанно радуйтесь. Еще раз говорю, радуйтесь. Это внутренняя радость. Я живу в мире благодати. Такая прекрасная природа, как Бог сотворил. Я кое-что успел узнать в этой жизни о птицах. А только что слез я с Голубятни. У меня три Голубятни. А я туда-сюда шмыгаю. А 74 года. И Голуби у меня как будто этот возраст мой убирает со всеми. Вот и все. Слажу оттуда, радуюсь за пазухой. Голуби у меня корреспондентом тут показываю. Фотографирует. И все веселые и радостные. У меня кошки постоянно тут. Решет держал. Собак. Не просто собак, а в уголовном розыске занимался. Тебе как-то это разглаживает. Друзья, товарищи должны быть. А если по-монашески забиться в угол на болото где-то, ну и какая твоя радость? Радость должна быть... Ну, мне не любимый человек есть такой у меня, Ульянов дворянин. Он говорит, наша радость от трудовых побед. Вот и все. Когда говорят, а чего такое унылое? Я говорю, а что такое уныние? Уныние, ну вот начинается, что Авва Марк, Авва Исаия, это не пророки, а святые мужи говорят. А вы как скажете? У меня свои наработки на все. Я отвечаю, уныние от плохо сделанной работы. Ты уныл, потратил материал, плохо шил, носить нельзя, плохо суп варила, пропала, пересолила. Ну, плохо молился, время ушло, простоял, недоволен, пошел, и глядеть на людей не хочется. Вот и все уныние. А ты все делай с радостью, с живостью, что это последний раз, последний день, последнее мгновение. Эта жизнь никогда не возвратится, и будь радостной. Сколько труда. Вот он бегает, этот котенку ему, три месяца еще нету, но он до того радостный все время. Это пример. Вот как будто в нем ртуть налита в какой-то пробирке. Минутки не может посидеть нигде. Ну, вообще, какой пример христианам. Ну, что ты такой радостный-то, а? Ночь на голубятне сидел, мышек ловил. Ну, успокойся. О, пошли дальше. Вот так. Матфея 6, глава 17, 18 стих. А ты, когда постичься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед отцом твоим, который втайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Толкование. Помазываться Илеем после умовения у древних было знаком радости. Так и ты, показывай себя радующимся. Но под Илеем, разумеется, также и милостыня, а под главой нашей Христос, которого должен умощать милостынями. А лицо умывать, значит, душу очищать и чувство омывать слезами. Не быть скорбным. Это отец Михаил Ардов говорит, ну, нормально это, сестры, бабушки, но как только пост начинается, как мегеры, как ведьмы делаются. Ты не подходи ко мне, я злой такой, я пощусь сегодня. Не веришься. А ты, наоборот, будь радостный. Никто даже не догадается. А то у меня голова закружится. Что она, от успеха в головокружении, что ли? Ты попастись, порадуйся. И молись не перед людьми, а в радость. Вот все здесь говорится о том, что эта жизнь, скорбная, печальная, ее доля печали и смерти, она развалена радостью спасения во Христе, что я спасенный. Представьте, на корабль уходят, и никого не берут, а тебя взяли. А почему? Ты в списках там есть. Я помню абитуриенты, когда сдавал экзамены в институт сельскохозяйственный, с этажа на этаж, говорят, там дополнительные списки, я есть там или нет, есть или нет, вписан ли я в книгу жизни. На земле маленькие приходится испытывать. А что там будет, когда ты не записан в книгу жизни? Не записан. И вот это незаписание как раз тогда покажет полное абсолютное отчаяние. Возврата нет. И что же я сделал? Вот эти радости, сладости, они даже не вспомнятся. Вот когда арестовываю человека, вот я имею опыт этот, даже если от этого радость имел, ничего тебе это не дает. Вот он сидит, директор, гулял, у него космонавты приезжали, ну, главный рыбак Алтая с ним сидел, в север. Печаль большая. 14 лет прокурор запросил. А он с первыми секретарями, с министрами, там везде знался. Свой катер чуть не к дверям подплывал. Там кабинеты, переговорные устройства, тогда-то вообще было так. Ничего этого нет. Он лежит, он сумрачный, смотрит на меня. А что ты все время радуешься на меня? Я говорю, я сейчас такое местописание просчитал. Начинаем свидетельствовать. С 8 до 10 у меня камеры открыты. Стоят охранники все здесь, заключенные слушают. Как же не радоваться. Меня Бог послал туда, куда я не мог попасть сам. А меня Бог определил. Да еще льготная статья политическая. Ко мне относятся с уважением. Вот так. То есть радуйся, никогда не пищалься. И там поститься будешь, и молиться, тебе мешать будут, а ты радуйся тем крохам, которых удостоился. Матфея 6 глава с 19 по 21 стих. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Толкование. Изгнавший болезнь тщеславия напоследок говорит о нестяжании, ибо люди приобретают много имущества для тщеславия. Он показывает черту земного сокровища, потому что череп и тля портят пищу и одежду, а воры крадут золото и серебро. Потом, дабы кто не сказал, не все же крадут. Он говорит, хотя бы ничего подобного не было, но то самое, что предаются заботе о богатстве, есть великое зло и бедствие для души, потому что пекутся о вещах тленных и забывают Бога. Посему и говорит. Как поет человек один, как мои года, мое богатство. Если мы живем в Боге, где твое богатство? Там будет и сердце. Благодари Бога, что у тебя ничего нет. За это тоже надо благодарить. И в бедности ты не стал красть, дабы имя Бога не употреблять в свое. Не стал богатым, чтобы руку свою не целовать. Моя рука приобрела все это, как в Священном Писании говорит. Вот научись жить некорыстно. Значит, малым обходиться. Старое не выбрасывать, донашивать. А сегодня прям рекомендую, вот вещь не такая, ее выбрось, не засоряйся, как это выбрось? Да я ее починил, вот они на мне брюки, заплату новую наложил, опять, все. Где твое сердце? А вы богатые, не чрезмерно богат. Я богат так, как даже сказать нельзя. Минимальная пенсия? Я обращаюсь к себе, Евангелие живое, как оно должно быть? Чего буду говорить? Чего не знаю. От этого я знаю. Минимальная пенсия, другую мне не дали. 5300 там или 400 всего. А вот только за два года мы подарили на 7 миллионов 150 тысяч книги, которые я издал. А откуда? Понятия не имею. Бог так делает. Ничего не имею. Всем обладаем. Обладаем и даем другим. Обогащаем весь мир. Вот так. Дальше. Матфея 6 глава, 22 по 23 стих. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Толкование. Если ты оковал свой ум заботой о богатстве, то ты погасил светильник, омрачил свою душу, потому что, как око, когда оно чисто, здорово, освещает тело, а когда темно, нездорово, оставляет его в тьме, так и ум заботами ослепляется. А при слепоте ума темна бывает и вся душа, ибо ум есть око души. Но ум, это и есть око души. Ум светлый. Чем ты его наполнишь? Потому что человек, который в грехе живет, он все видит в том темном свете. На работе дали нам, как рабочим, одежду. Я ее несу. Он смотрит. Вот, так не один я ворую, он тоже ворует. Это дали. Идется с женой, вот здесь у меня даже, а ваша жена не будет-то вам ревновать, что вас так жарко целуют? Я говорю, так это моя жена христосовица со мной. Жена на христосовице церкви христосовица. И взял подписку, сделал. Это классический случай, когда жена не прирановала собственной тени. Ну, должен быть юмор у человека. Нельзя так, чтобы только злобиться, и ничего больше не было. Вот так. Дальше. Матфея, 6 глава, 24 стих. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Толкование. Двумя господами называют Бога и Мамону, потому что они дают противоположные приказания. Мы поставляем в господина себе дьявола, исполняя его волю. Маленька, подрежь, чтобы слышать лучше. Отвернулся от меня. Равно и наше чрево делаем Богом, но существенный и истинный Господь наш есть Бог. Не можем мы работать Богу, когда работаем Мамоне. Мамоне есть всякая неправда. Неправда же дьявол. Видит, что для богатого и неправедного невозможно служить Богу, ибо алчность к приобретению имения отвлекает его от Бога. Мамона, конечно, это богатство. Богатство и все, что привлекает. Не можете, слово не можете, чтобы ты был рабом человеков и был рабом Христовым. Павел говорит, не стал бы рабом Божьим, а рабом Христовым. Это вот те слова, где определенно необходимо заострить внимание. Не может. А сегодня так. Я знаю многих-многих священников, архиереев. И скажу, что у абсолютного большинства, у подавляющего, я уж не говорю 99, может быть 98 процентов, корысть, умение сладко жить, и чтобы на каждом шагу ему руку целовали. И в кадиллах стоял, и собственный шапер, ну и все-все прочее, проще, не считая наложниц. Там вина и проще. Мамона. Мамона. И это значит, что рабом Божьим не стал. А что, теперь я бедный, так и рабом Божьим не стал. Но легче прийти. Трудно, не говорится, бедному войти, а богатому войти в царство Божие. Трудно. То есть это не только трудно, а практически невозможно. Он называет верблюда и ушкога игольная. Ничего не понятно-то. Как трудно? Ну, все-таки можно, нельзя. Когда он будет туда пролазить, он должен ужаться, горбеть и убрать. Если понимать под этим верблюдом даже толстый канат морской, то и тогда. Понятно. Этот вопрос очень сложный. Это я следовала поклонство. Это корень всех зол сребролюбия. Я говорю, что сегодня, вот вы священнослужители, не говоря о мирских, там за копейку, когда вы задавили друг друга. Все поставлено только на этом. Из свечек выжать, из крестиков осветить машину, какая марка. Все учли, абсолютно. Одна корыст. Ну, а как делать? Да так, бесплатно. Пришел, помог, ушел, как Косма и Демиян делали. И все. И у тебя будет много друзей. Эти люди будут ходатайами на суде Божьем. Шагу не сделают, не шагнут, чтобы не было корысти. Еду я на машине с освященником. Освященник толстый. Толстый. При росте 165 сантиметров, 153 килограмма весом. И он показывает дома, говорит, вот здесь мы пошиковали. Тут тогда дома освещали. Новые квартиры, хрущевки были, трущобы-то. Все тут было. Люди дают, не знают. Но они думают так, это необходимо. Этот подарил автобус, этот подарил там, в том студию, везде. Если для Бога бы это было. Затмило духовный горизонт служения Мамоне. Зайдите в церковь, сколько киосков, что продают. все абсолютно поставлено. Ты мне, я тебе. Заказной молебен, заказной перед Богом. Ну, какой же он заказной? За деньги молится. Да какая же это молитва? Он и так получает. Отпевать тоже. Тоже деньги. Крестить. Ну, прижал маленько там патриарх Алексей Второй. Убрали. Теперь добровольное пожертвование. А ценник опять тот же самый. Добровольное пожертвование. Да добровольное я могу дать, могу не дать. Добровольное пожертвование. Закрещение. Закрещение-то нет. Мочение лбов. Обман идет. Сто процентный обман. Сегодня люди-то не крещеные. Заново надо перекрещивать Русь. Необращенные, ничего не знают. Немножко-то коснулся Дмитрия Смирнова, он понял. 20 лет, говорит, крестил, никого нет. Так это во всей России такое. Почему? Мамона. Мамона, богатство, словолюбие, честолюбие. Толкутся в алтарях кто ближе должен быть к архиерею. Архиерея там точно так же поранжирует к патриарху. Вот мы были главой администрации городской, ну, мэр города Колганов Владимир Николаевич. Он каждый год собирал религиозных деятелей. Ну, там, священники, все. А я не священник, я староста. Ну, и когда общий снимок делать, то со всех сторон к нему там стараются где-то встать-то. Ну, как встанешь-то? Все на одно место не встанут где-то. Ну, а я жду, когда все утихомирятся. Думаю, я подойду тогда где-то сбоку. А он справа руку вот так положил, а я глаза не поднимаю ничего тут. И у него пустое место. Уже закончилось. Я глаза поднял, он машет рукой. Иди, садись рядом. Вот когда тебя возвысит, тогда, говорит, тебе честь будет. Мэр города, да какое сравнение-то, я лапотник там, ничего нету. А почему? Я ему дарил книги. Да это был другой мэр. Приезжал сюда, он видит, он знает. Вот в чем дело. Да как это? Да ты только начни делать, и ты увидишь, как меня уже на задворке сразу толкнут. А вы ничего не делаете на этом фоне, и на безрыбье и рак рыба. Вот и все. Ни богатства, ничего нету. Стоят такие богатые, я знаю, люди. Это обычно. А то, что делаем мы для Бога, это необычно. Это возвышает нас даже в глазах мирских людей. Это необходимо нам сегодня знать. А что к этому стремиться нужно? Не надо стремиться, оно само по себе. Есть такое изречение, как-то недавно меня переспрашивают журналисты, а как вы сказали? Да так, что Златоуст говорит, что у славы такое свойство. Чем больше за ней гонятся, за славой, тем быстрее она убегает. А если ты убегаешь от нее, я не хочу, чтобы меня там славили, а она за тобой гонится, она тебя будет обнимать и целовать. Это Ян Златоуст говорит. И вот я это все отношу к конкретному месту Писания. Почему? Потому что каждый стих, он проехался по мне. Я это вижу, оно живое и действие на слово. Матфея 6 глава, 26 стих, 25 стих. Посему говорю вам, не заботитесь для души вашей, что вам есть и что пить, и не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Толкование. По алтичности к имуществу отторгается от Бога. Душа, будучи бестелесна, не имеет нужды в пище. Но Господь говорил таким образом по общему обыкновению, потому что душа, как видим, не может оставаться в теле без питания плоти. Господь не запрещает трудиться, но запрещает совершенно предаваться заботам, прекращая дело духовное и пренебрегая Бога. Вот что запрещается. Должно заниматься земледелием, но особенно нужно заботиться о душе. Кто дал больше душу и тела, тот неужели не даст пищи и одежды? Все. Как просто. Только доверься Богу. Вот еще много у нас грачей там потеряевки. Тысячные стаи, не сотни, а тысячи. Прям небо закрывают где-то. И всех их Бог питает. И они ничего не сеют, не жнут. Какой пример? Куда ни глянь, везде проповедь. Везде слово Божие. Оно молчит, оно говорящая сама природа. На это надо смотреть. Не заботьтесь. Как это не заботьтесь? А на работу. Устроит Господь. И работу даст. А до работы никому не будет открыта, а только тебе. У тебя будет заработок. Достаточно прокормить семью. Достаточно на то, чтобы платить десятину, принимать гостей. И у тебя будет все как надо. Ты только ищи сначала небесного. Дальше. Двадцать шестой стих. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Толкование. Господь мог представить в пример Илью и Иоанна и сказать, как они жили. Но Он напомнил о птицах, чтобы дать нам почувствовать, что мы неразумнее и их. Бог питает их, вложивши в них естественную смышленность доставать себе пищу. Все. Я об этом как раз и говорю. Так это не только это, но и другая птица. И около человека жмутся, все получают. Человек сеет. Вот не сжата полоска одна. Ты смотришь на птиц и думаешь, какие стаи, где они возьмут? Меня кормят и возвратятся еще весной. Матфея, 6 глава, 27 стих. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Толкование. Как бы ты не заботился, ничего не сделаешь без воли Божией. Зачем же мучить себя попусту? Все, толкань закончилась. Ну и добавить росту. Сегодня говорят, можно сделать так, кости переломать, а потом по системе Елизарова на растяжку, наростить. Но это глупости, конечно. Вот я такой. Брат у меня выше. У нас 5 братьев, а я самый маленький, ростом, метр семьдесят два. Ну и все, с этим ростом я и прожил. Наполеон был маленький, Ленин высокого роста был, я беру уже даже таких, которые люди известны, коротышки. Однако, вот этот был, даже, говорит, Геббельс, там вообще с кепкой до рукомойника только достает. А смотри, какую должность имел. Ну, должность по-мирски, это не пример, конечно. Апостол Павел не стыдился взять себе имя Павел вместо Савла. Павел означает Малый. В самом имя, все звали его, для нас Павел, мы некоторые перевод не знают, а Малый, Малый. Малый, иди сюда, как малыш какой-то. А он гигант над всем миром в 2000 лет, самый популярный изо всех тысячелетий. Самый популярный. 14 посланий, 14 книг Нового Завета из 27. То есть, больше половины. Так что, все в руке Божией. Добавит рост у тебя. Матфея, 6 глава, 28-29 стих. И об одежде, что заботитесь, посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во все слави свои не одевался так, как всякое из них. Толкование. Не одними неразумными птицами стыдит нас, но и увядающими лилиями. Ибо если Бог так украсил их, хотя в том не было никакой нужды, то не тем более удовлетворить нашу нужду в одежде. Вместе с ним показывает, что хотя бы ты весьма заботился, однако не можешь украсить себя так, как лилии. Ибо и сам мудрейший, и изысканнейший Соломон во все свое царство не мог одеваться подобно им. Сравняйте какие-то каждый день. Ну, лилии не видел ты где-то. Ну, другие свои, хризантемы какие-нибудь, какие-то цветочки рядом. Ты как-то возьми в руки, посмотри. Бывают маленькие какие-то, лютики там, глядеть не на что. Но когда сорвешь, посмотришь, каждый из них, как он устроен, какие тычиночки, лепестки. Ой-ой-ой. И что ты можешь добавить себе? От женщины украшаются. Украшаются, красят. И он зато просто объясняет. Если Бог не дал тебе красоты на обл, то есть на полтинник ее не купишь. Все. А зачем же так краситься? Ну, Ефрем Сирин в четвертом веке сказал. Для того, чтобы завлечь чужого самца. Как тут самца-то? Такая грубость. У меня одна обиделась, разговаривать два года не хотела, а потом примирилась, журналистка. Я не для этого, а для чего? Что ты украшаешь себя? Я вот задаю им вопрос. Ни один ответить не может. Для чего мужчины носят галстук? Рубашкой обязательно висит эта удавка, веревка, масонский знак. Для чего? Не знаю. Я дорогой иду, и кто в галстуке, всех спрашивают. Зашел в университет, я вел занятия. До преподавателя. Ни один не может ответить ни о происхожении галстука, ничего. Попки. Каждый старается кому-то подражать. Зачем? Это не относится к одежде. Он не греет, ничего. Он стоит деньги, тратит время, завязывает. Зачем он нужен? А теперь, а зачем человек бреется? Ну, красивее. Как красивее? Женоподобное лицо? Протопо по вакууму не стал даже благословлять. Который скоблит себя, говорит, лицо. Его чуть не утопил там воеводу. Красоты этим не дашь. Вот так, как есть, Бог создал и благодари. Вот есть борода, она, ни одного волосинки не трогает. в священнике тут усы подстригают. А для чего? Чтобы прищищаться будут, не за дело, усы. Ну, и что если заденет? Ну, обсосал их, и все. И что заденет-то? Это сосквернит их усы, или еще не поймешь, а друг у другу подражают. Благодарение Богу. Не все, хотя так делают, редко-редко где. Украшать себя надо делами и милосердием. Милостыней, жертвой, правильным словом, тем, что не зришься, уметь примерять людей, которые враждуют. Украшение некленное. Я много беседовал с враждующими, как бы быть миротворцем. И Господь совершал свое дело. Примерялись люди навсегда. А когда? Когда жена украшена молчанием, кротостью, смирением, муж благоразумием, мудростью буквально. А не тем, я сказал, по-моему, будет. А что оно будет? А когда говоришь-то, не то, что надо. Дурь каждого тут и видна. Дальше. Тридцатый стих. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль плачет вас, маловеры. Толкование. Отсюда научаемся, что не должно заботиться об украшениях, так как это свойственно тленным цветам. А потому всякие украшающие есть сено. А вы, говорит разумность существа, вас Бог составил из тела и души. Все преданные житейским заботам, маловерны. Ибо если бы они имели совершенную веру в Бога, не стали бы так много заботиться. Толкование закончилось. В которую траву бросают в печь, она такая вот, зайдешь, иногда мы косим литовка коса. Пошли с мамой косить там отрожек один, и он весь из одних цветов. Цветы удивительные, просто полевые цветы вообще красивые. Ну, скосить-то мы их скосили, они лежат, поникли уже. Ну, дождь день, два, три, четыре. На это нет, погода мы пришли, ничего нет, я вижу, лежит какая-то почерневшая, волок такой, полугнилая трава, она сильно была намощенная дождем. Нет, я говорю, тут или не туда пришли, дальше, дальше не хошено. Так это тот самый лук, тот самый. Ни одного цветочка, ни запаха, одна прель тленом тянет. И вообще нет, а просто такое темно-коричневое какое-то месиво. Мы даже и собирать и корову-то среди голода есть не будет. Вот так Иоанн Затоуз говорит, был царь, в порфиру, в весо надевался, пиршествовал. Ну, а теперь приди на кладбище, когда раскапывают кости, ну, одежды там нет, просто труп лежит. Узнай, где его величие, ты даже не определишь, где бомж похоронен, крестьянин какой-то, кузнец, и где вельможа, барон, нет ничего. Посмотри на эти цветы и возьми себе этот урок. Надо из всего извлекать урок. Примеры Господь брал из жизни, которая окружала их. Это было очень просто и понятно. Мы тут дойдем еще до одной самой короткой притчи, 13.33 Матфея, «Чему подобно царство небесное». Ну, а что оно такое? Как? Я говорю, а ты знаешь, что подобно женщине, взявшей захваску и положившей три меры муки, доколе не вскисло все. Это все женщины знают. Знаешь, теперь рассказывай про квашью, про свою. Когда рассказал, вот тебе и подобие царства Божия. Так и здесь. Любой цветок, который растет, он увянет. Это наша жизнь. Я же был не такой. У меня есть в книгах моих снимки, где я в армии был. Стою и смеюсь. Это вы? А у вас разве не так было? Когда покажешь себя, да еще, ну, даже в 10 классе, это вы? Недавно я просмотрел фильм Вольф Мессинг. И посмотрел, мальчика маленького играет один артист, в среднем возрасте другой, а дальше третий. Они совсем не похожи. Человек израстает, он такой и есть, и не догадаешься даже. Разное. То есть, а потом, а потом показать, как, вот есть такой маленький здесь фильм, я забыл, сколько-то он, 48 секунд, кажется, продолжается. Женщина дуется, рожает, вылетает из нее младенец, рвет ленточку в окно, и в облаках летит, вот он уже, мальчик, вот уже дальше летит, руки по швам, голый, в облаках, головой вперед, вот так вот, и вот уже показывает, мужчина, тоже руки там закрывает, что-то у себя, причинное место. И, наконец, видно, что лысый, рот так раскрытый, зубов нету, и сверху, пикирует вниз, на кладбище, ударил, пыль пошла, все закончилось. Одной минуты нету. Ролик, как умно поставлено. Это напоминание, одно мгновение, миг. Ты спроси старого человека, заметил ли он, как прошла жизнь? Ничего он не заметил, ничего, там другое слово у Шолохова стоит. Такая она короткая. А вот, которые около тебя суетятся детишки, то они точно так же не понимают этого. Ты им расскажи, покажи. Это цветок. Вот она девушка, мисс такая там показывает. А теперь показывает, сколько время прошло. Это она, из-за нее бились, да? Как-то рассказ читал один, хотел ее очень достичь. Очень. Но он не знал, кто она такая. Но она на него внимания-то не обращает. Он тогда давай учиться волшебному искусству. Но на первых порах он научился узнавать мысли, как Мессинг. Мессинг-то это слабо еще. Там были более сильные такие. Еще изучает, как Киприан Карпагенский, египетскую мудрость закончил. Всех волхвов узнал в Индии. Все постиг. И вот он молится. Она в это время тоже занимается волшебством. И она его любила, оказывается, не ответила. Он просто не знал это. И она теперь, и наконец, последний этап, научиться по повелению вызывать демонов, чтобы они по воздуху принесли любого, кого ты хочешь. Ну, прошло он, когда начал этим заниматься, почти 60 лет. Школа закончилась. И вот он сидит в пещере, сам согнулся, как кощей смертный. И когда он все прочитал, грохот раздался, дым. И из дыма вдруг появляется с клюкой старуха. Куда меня принесли? А она тоже молится, до этого достигла, чтобы быть там, с кем хочешь-то. И она ему не нужна. У него никакого адреналина нет. Все кончилось. Никакая Виагра не поможет. Все. Сдохла собака. И он жизнь потратил. И кого? Ради этой гнилушки. Тлен. Гниль. Гной. Вот и все. Да ты маленько-то глаза открой. У священника тут потерялась жена. Долго искали ее. А лето жаркое было. Наконец наши 4 дня прошло. Привезли. Вот одни черви. Куча червей. Даже не видать ни лицо. Все уже были. Как быстро человек исчезает-то. И он стоит и говорит. И я любил ее. Я спал с ней. Я обнимался с ней. А одни черви кишат. Это каждый из нас. У нас этих микробов всяких разных. Дальше. 31-32 стих. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш небесно знает, что вы имеете нужду во всем этом. Толкование. Есть не запрещает. Но запрещает говорить, что будем есть. Как обыкновенно богатые говорят с вечером. Что станем есть завтра? Видишь, что он вас прещает. Изысканность и роскошь в пище. Толкование закончилось. Ну, это тут понятно. Дальше. 33-й стих. Ищите же прежде Царствие Божие и правду его. И это все приложится вам. Толкование. Царствие Божие есть наслаждение благами. Но сие наслаждение дается за правду. Итак, кто печется о духовном, тому по щедроте Божией дается кроме сего и телесное. Вот Царствие Божие и правду его ищите. И вот проповедует, когда все священники проповедуют, сектанты все одинаково. Ищите прежде Царствие Божие и все остальное приложится вам. Я говорю, все остальное это что? И дальше перечисляют. Мне нужна машина, нужна дача. Мне нужно не меньше, чем у патриарха, такой же дворец, как у Абрамовича. Ну, мне это нужно в Черногории дворец на берегу моря. А то остальное? Нет. Написано все сие. А впереди речь идет о хлебе насущном. И об одежде сравнение. Так впереди-то, просчитай-то, все сие. Ну, как так? Считает, правда. А все остальное? Я говорю, а кто научил? Вы когда-то были у православных батюшек, чтобы все остальное было, как у них? Нет. А почему одинаково проповедуете? А батюшку спрашиваю, а вы у сектантов были когда-нибудь баптистом? Нет, не было. А почему они все? Почти все. Это 99,9-х проповедует именно так. Все остальное. Ищите. Но никто не ищет, а именно всего остального ищет. Искать Царство Небесное, это надо каждый день и во всем. Трудность какая, беда у тебя. И ты в этом понимай. Что нам дано не только веровать, но и страдать. Нужно научиться правильно болеть, правильно умирать. Благодарить Бога за здоровье и за болезни. За красоту и за уродство. За мирное время и за военное. За все благодарите. И вот, а все сие, одежда эта, приложится. Давид говорит, я был молод, но и состарился. И не видел праведника, просящим хлеба. Не видел, ну мало знал где-то. Такие люди есть, что праведники умирают с голоду. Но он не видел. Я скажу, что мне не приходилось еще ни одного дня, чтобы прожить с утра до вечера, чтобы у меня не было хлеба. Совершенно не было. Даже крошки. Обязательно каким-то образом Господь даст. Ангела пошлет. У меня было такое. Не знаю, к месту, не к месту сказать здесь. Не заботясь ни о чем. Прихожу домой. Ну, как-то Господь так всегда делал, что я деньги сразу раздавал. У меня ничего не было. Звали Бессеребряник Игнатия. Мы. Сарай далеко, а там ключ. Пурга идет. А я с работы вернулся. Какой след-то? Я уже видно было бы. Открываю сарай, захожу. Стоит большая литровая кружка с чем-то. Взял теплое. Там компот оказался прекрасным. И накрыто два больших ломтя срезанного хлеба. Как попасть в сарай, когда видно, следа нет. Я никому не знакомый. Живу в новом месте. В новый город Искитим приехал. В Новосибирской области-то. Я поглядывался, перекрестил, чтобы не было искушения, не исчезает. Принес в избу и поел. Теперь уже повторяя несколько раз, я уже в это сам поверил, что более вкусного я не ел. Но в то время именно так мне и казалось. Настолько было все вкусно. И хлеб как раз такой, какой я люблю. И не сильно сладко, с кислинкой немножко компот этот был. И теплый. А на улице мороз был, ну, порга была, значит, где-то градусов 20-25 могло быть. Как это? А вот так. Бог так делает. Помню, стою в очереди брать билет. Мне до дома доехать 3 рубля нужно. В это время бабушка подошла, она в очереди в Новосибирске. Просит, прям ко мне сразу подходит. Мне нечем ехать, сынок, помоги. Я зажал в руке трешку. У меня денег нет, я вообще не имел денег. Ну, что делать? Я ей отдал и пошел, думаю, я попрошусь. Ну, прям подойду к начальнику поезда, потом к проводникам. И как-то доехать-то надо. Бывает. Иду, а сам руку в карман сунул. Какая она была новенькая. Такая же лежит в кармане. Я развернулся, назад пошел брать билет. То есть я имею опыт вот такой вот. Ну что? Улыбнулся, поблагодарил Бога. Слава тебе, Господи. Ты именно в виде этой женщины подошел ко мне. Я тебя не узнал. Прости меня, Господи. Нам нужно узнавать Господа в каждом человеке. В каждом. Имея пропитание и одежду, пропитание и одежду, быть довольным. Это приложится. Дальше. Матфея 6, глава 34 стих. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольный для каждого дня своей заботой, толкованием. Заботу дня называют беспокойство и грусть. Довольный для тебя, что ты беспокоился о нынешнем дне. Если же еще станешь заботиться о завтрашнем, то постоянно заботишься о телесном. Когда будешь трудиться? Для Бога. Как? Заботиться о завтрашнем дне? Как это? Ну, необходимо просто. Да, ты должен обдумывать. Это обязательно. Но не заботиться. Заботиться, а как это будет? Да как я прокормлю? У меня 10 ребятишек. А как я вот на новом месте? У меня того нету. Не заботься. Помолился, Богу предал это. И опять лезь, крой крышу. Опять бери лопату и начинай Бога благодарить. Мне очень сильно вот на пенсии стало понятно 118-й Псалом, 164-й стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Суды. Бог так судил, что у меня ничего нет. У меня нет ни красоты, ни богатства, ни какого-то отменного здоровья. Но обхожусь всем этим в достатке благодаря Богу. Богу нашему слава. Аллилуйя. Я каждый раз показываю людям Новый Завет. Вот это наше издание. Мне Господь позволил издать полное толкование. Полное толкование. Вместе с откровением. Повторяю, за 2000 лет это первый раз вышло. Каждый тум 752 страницы. Вот как он выглядит. Вот он. И 240 иллюстраций. Лучший иллюстратор Библии. Лучший. Его везде всего употребляют, применяют. Беставдаре. Вот мы его раскрасили. И вот как он выглядит. Книги, подаренные президентом и Путину, и Медведеву, и Лукашенко, и Рамзану Кадырову. Я лично подарил. Получил благодарности. Это толкование блаженного феофилакта. И 297 моих комментариев. Вот у нас самая ценность, это наш сайт во свете Библии. Православный библейский сайт. А внизу вот написано православный форум Игнатия Лапкина. Если в него щелкнуть, сразу появляется наш форум. Вот он. Православный форум Игнатия Лапкина. Пожалуйста. Ну, в mail.ru просто зарядите, Игнатий Лапкин. На сайте 50 книг аудио, насчитанных мной. Златоуз, Жития, все по 12 томов. Библия. Вот. Богатый у нас материал, это вот православный видеоканал. Открытым оком во свете Библии. Вот он где. Здесь у нас 970 роликов. Наших роликов, не чужих. Наших. Ну, и сейчас мы вернулись из миссионерской поездки. Еще будет 60 или 70. Добавочное к этому. Вот оно все здесь. На днях попросили меня обновить вступительное. Вот оно идет. То есть все делается по Святой Библии, во свете Библии. Материалы большие. Вот в прошлом году мы проехали 240 городов и районных центров. Проехали мы в прошлом году от Москвы до Владивостока и порта Находки. Нынче поездка наша была дальше. Мы проехали 15 стран. Начиная с Украины, Белоруссии, Польши, Германии, Австрии. Мы вышли на Ростовскую область. Полностью прошли по всем районам Ставрополья, Краснодарский край и шесть исламских республик. Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Чечня. Там были мы два раза. Много очень фотографий, почти полторы тысячи. И роликов. Кто желает узнать, как действительно сейчас обстоит обстановка, и пожелает повторить... Видите как? А то зайдете, это можете увидеть. Мы стараемся, здесь я об этом говорю, сделать известными два слова, Библия и Христос. Для православных оба эти слова известны, но они как бы не на первом месте, так сказать. На первом месте это Матрона, Ксения, мощи, мироточивая икона, крестные ходы. А учение Христа, Святая Библия, практически никаким авторитетом не пользуется. Ну, может, кто-то там где-то считает. Но даже считает не на первом месте. Считает какое-то предание. А сказал такое-то, я говорю, ну, Евангелие-то и говорит не так. Так что, мы не должны слушать, тогда мы еще как баптисты будем. Ну, в чем-то неплохо быть как баптисты. Они любят Библию, надо поучиться. Вот так. Пожалуйста, это наше сокровище. Наш Библия...